Доброе утро. Чаёчек заварил себе. Приветик, друзья. Друзья, решил сегодня снимать целый день, рассказывать. Короче, выспался сегодня капитально, видите, через день у меня. Вчера не выспался, сегодня проснулся в 9 утра. Так что день начинается, начинается, солнце улыбается, улыбается. Погнали, по жизни. Идем по жизни. Не знаю, даже еще пока, а мозги не соображают, не знаю, что сегодня, блин. Каждый день куча дел, блин, всех не успеваешь, переносишь на следующий. Вообще, сейчас попью чайку чуть-чуть, проснусь и начну соображать, что там сегодня у нас за дела поделать. Сегодня четверг, кажется. Сейчас хочу вам пожаловаться опять, опять буду ныть. Ну, я просто делюсь своими чувствами, друзья, смотрите, помните, я говорил, помните, я говорил, все время что-то напоминает мне. Я стараюсь забывать, но что-то все время вылазит. То видео, как бы там несколько дней назад, если вы следите за моими роликами, там с какого-то канала, ну с канала, вы знаете какого, я там открываю компьютер, вылазит. То еще что-то. Сегодня, ну уже не сегодня, уже третий день, или второй, вот в общем, я включаю телевизор в фоновом режиме. И тут идет какая-то такая, как, ну, видеоклип, заставка, и там в основном харьковские видео. И я, когда первый раз увидел, я прямо застыл, думаю, сейчас ее покажут, потому что, вы сейчас поймете, я сейчас включу этот момент. И думаешь, ну как убежать, ты вроде уже убегаешь от этого куда-то, а тут или сон приснится, или, блин, что-то мне вылезет видео, или фотография в фейсбуке. И тут уже по телевизору меня преследуют, это какая-то мистика, друзья, я вам говорю, это, это невозможно, блин. Ну, Харьков, это ладно, сейчас смотрите дальше. Смотрите дальше, вот. Специально на стоп нажал. Блин, я думаю, может от этого не убегать? Я, знаете, я, честно говоря... Ну, Харьков, ладно, сейчас. Вот, сейчас поймете, смотрите, я тут, я как-то увидел, думаю, когда пошли свадьбу, еще и харьковские, думаю, блин, сейчас покажут. Ну, что здесь, вот Харьков, это все. Может, я пропустил, может, она тут тоже есть? Металлисты. Это вопрос, наверное, не обговорю. Мы узнали, что туда мы раз. Любовь, рядуй нас из Деньга. Сказать честно, очень хочется до него. Будем, может, жить. Ну, такое, патриотические ролики, видите? Ну, вы поняли, короче, да, о чем я хотел сказать? Ну, вот так вот просто ты, блин, Тысячи книг. Ладно. Старайся забыть, но тебе вселенная не дает это сделать. Напоминаю, зачем? Какое-то... Это может быть какую-то цель? Жизнь на меня... Как это объяснить? Пишите, пожалуйста. В общем, ладно, вот такая вот фигня. И вот оно каждый день происходит. Вчера приснилось. Сегодня вот. Включаю я этот телевизор. Короче, надо его выключить. Который просто идет в фоновом режиме. И я, блин, все время... Что-то мне оно, ну, вылазит. Даже уже в телевизор меня преследует. Ладно, вот там в Ютубе. Короче. Ну, поймите меня. Тяжело. Правильно люди говорят. Ты год будешь. Ну... Блин, да что же я с открытым, блин, этим как дебил, блин. Испортил все видео. Ха-ха-ха. Хочу с вами поделиться таким интересным происшествием. Значит, смотрите, у меня... Кто помнит, смотрел, я носил такие вот серьги, скажем так, да? А нет, вот две, кстати, ошибки. Нет, разные все. Офигеть. У меня было четыре пары таких вот колец. Представляете? Одна была потерянная, вот серебряная. Она была одна. Эти все три было по два. Я не знаю, как так случилось. После того, как мы... Началась война. Мы начали... Я начал. Не буду мы говорить. Я начал пить. У меня почему-то стали все по одной сережке. Где еще по одной? Кто? Где они делись? Все распорованные. Все четыре серых по одной штуке. Где еще по одной? Уже даже когда мне привезли вещи, все равно они не привезлись, не нашлись. Это просто как здец. Как будто я взял и выкинул, типа, знаете? Вот, правда, остались только такие два. Ну, камешка тоже серебряная. Это все... Вот это серебро. Это серебро. Вот это... Ну, как она? Медицинская сталь. Короче, сейчас не знаю, что мне делать. Решил имя поменять. Отрастить бороду и серьги носить буду. Я с вами делюсь всем. Ну и крестики какие-то тут. Вот такая история, друзья. Опять мистика какая-то. Опять мистика. Покажу вам туалетная вода у меня тут какая осталась тоже. Это подарил мне сын. Это брат маленький. Это нам присылали, типа, прорекомируйте, это неплохая. Это Маша дарила давно. Это я купил у одного тренера на Динамо спортшколе. Это не помню. Это Адидас я купил в Турции. В Мегросе. Смотрите память. А, нифига себе. Почему я эти запахи показал? Представляете, как интересно. Запах самое интересное свойство или как человека. Свойство или чувство человека, да? Сколько это чувств у нас, да? Мы говорим. Слух, зрение. Вот запах. Вы знаете, мы вчера на Великах едем. Проезжаем в одном месте. И вместе с другом, одновременно друг на друга смотрим. Запах услышали. Мы говорим. Орлов. Ну, дружба. А дружба это лагерь Металлургического института трудного отдыха в Орловщине. Мы так, дружба, Орловщина, вместе. А почему? Мы проезжали дубовую рощу и запах вот этой дубовой рощи, не дубы. И мы так за это заговорили, что запах офигеть. Его, во-первых, объяснить невозможно человеку никакому. Как ты объяснишь запах? Можно вкус объяснить. Можно еще что-то объяснить. Запах. Как ты его объяснишь? Если человек не знает этого запаха, ты его не объяснишь. Класс. И переносят это. Вот в чем еще суть. Запах. Вот я беру, я хочу оказаться, допустим, на Арбатской стрелке в The Best. Я беру этот запах, я пшикаю и все. Я моментально там. Я вспоминаю все. Я перемещаюсь как в машине времени. Раз, и я там. Так же, кстати, и с музыкой у меня бывает. Но с запахом это стопроцентно всегда. Пшик и все. Ты уже в каком-то моменте, где этот запах ты помнишь хорошо. И вот это все запахи. Я стараюсь их оставлять по чуть-чуть, чтобы все запахи эти были. Потому что это как фотоальбом. Ты пшикнулся и ты туда улетел. Опять же продолжаю. Как можно забыть что-то? Как можно из себя это выгнать? Правильно вы говорите. Кольцо выбрось. Вот оно у меня лежит. Это кольцо. Вот оно лежит у меня здесь. Это кольцо. Ну как его? Не знаю я. Выбросить. Тогда нужно все фотографии выбросить. Пойди продать. Можно же. Можно. С цепочками. Можно. Тогда нужно все фотки. Выкинуть. Куда-то деть. Которые будут мне постоянно напоминать. Нужно значит все видео из ютуба удалить. Заблокировать ее канал. Чтобы он ни в коем случае не вылазил. Заблокировать фейсбук. Никак. От этого никак. Никуда не денешься. Вот весь прикол. Это не. Если бы мы жили сто лет назад. Было бы конечно легче. Забыть. Невозможно. Это не забудешь. Нужно просто отпустить как-то. И смотреть на этого человека. Как просто на любого другого. Вот как-то так. Но оно все равно здесь въелось. Это же шрам. Большой шрам на душе остался. Ты его никак не денешь. Куда этот шрам. Ты его замасать. Можешь только загримировать. Вот так вот. Так что песня классная кстати. У Ивана Дорина. Колы тебя не мая. Я сделал клип на нее. Так раз пошла такая как говорится пьянка. Буду делиться всем. Смотрите. Значит что я тут. Я хочу вот. Смотрел ролик только что свой. Вчерашний. Да. Тут я что-то заикнулся за. За то что я вижу сколько. Чего у меня. Вот смотрите. Аналитика. Я хочу поделиться своей аналитикой. Во-первых. 1200 пришло за последний месяц. Подписчиков. Но я хочу показать другое. Смотрите. Смотрите. По поводу продолжения. Той же темы. Как не напоминает все мне. Вот. Я начинаю смотреть свою аналитику. Что я здесь вижу. Другие. Каналы которые смотрят ваши зрители. И смотрите что сразу у меня вылазит. Да. На первом месте. Прикольно. Все. Везде идет напоминание. Смотрим дальше. Другие видео. Это другие каналы. Теперь опять же. Другие видео. Интересные ваши зрители. Как вы думаете. Какие тут видео. На первом месте. Вот. Раз. Недоброе утро. Может мне все это приснилось. Обстановка в Харькове. Брату. Ну и потом мои пошли. Другие видео. Видите. А на первом месте. Три видео. Которые. Опять же. Мне. Понимаете. От этого никуда не деться. Так. Когда ваши зрители смотрят. Вот. Интересно. В какое время тут показано. Смотрят. У нас интересно. Интересно и другое. Вот. Топ. региона. Украина у меня. Шестьдесят шесть процентов. Смотрит. Почти. Россия даже смотрит. Восемь и шесть. Ну. Это. Как бы сейчас вообще. Сейчас монетизация даже с Россией не идет. Беларусь. Два процента и три. Германия. Два и два. Польша. Два и один. Это наши. Я так понимаю. Люди. Которые. Там. Повыезжали в Германию. В Польшу. Вот. На первое место. Так. Дальше смотрим. Что мне интересно. Мне еще интересно посмотреть. Вот. Без подписки. Но это. Кстати. Неплохо. Половина смотрит. Пятьдесят шесть процентов. Без подписки смотрят. Видите. Да. И с подпиской сорок три. Это. Кстати. Нормально. Бывало и похуже. Было. 70%. Ну. Потому что. Я просмотров. Женщины. Семьдесят три процента. Да. У меня женский. Блин. Коллективчик. Круто. Мужчины. Почти не смотрят меня. Двадцать процентов. В стрингах. Было мужчин больше. Значит так. Возраст. Тринадцати семь. С досилой. Семнадцать. Тринадцати пятьдесят. Сносилет. Ноль один. Вообще никто. Восемьдесят двадцать четыре. Возраст. Тоже не смотрят меня. Двадцать пять. Три четыре. Один из процентов. Тридцать пять. Сорок четыре года. Ну. В общем. Мой. грубо говоря возраст 30 процентов больше всего и потом 45 54 вот ближе к моему возрасту тоже почти 30 процентов 55 64 20 процентов и 65 лет и старше 6 процента ну в общем вот возьмем так значит от 35 до 64 вот моя аудитория 35 или 60 лет вот моя аудитория целевая ну в общем то все да все показал украина тра-та-та кто смотрит еще какие каналы в общем связи меня идет с этим каналом конкретные субъективно вот с этим каналом потом валан потом татьяна антиквар почему-то она тоже харьковчанка не знаю савелят мы его все смотрят у него полмиллиона и анастасия кожевник тоже никого я не знаю кто это даже сейчас зайдем посмотрим кто-то так кто это а тоже с войной все связано и красоты а праздник морю не знаю она похожа просто типа она не что-то непонятно не знаю кто это такая много у нее тоже тоже что-то свой война почему-то от нее еще переход не мало под просмотров а не было видосов раньше на маловидно снимал а тоже такие что похоже интересно что такое не знаю тетях девушку то снизились но вот как-то так вы извините что это поведено дома сейчас буду тренироваться нет жара у нас 35 градусов сейчас чуть-чуть потренируюсь потом с дегустацию еще сделаем гуманитарки из великобритании ну а дальше посмотрим что будет какие-то анонсы хочу с родственниками договориться поехать в аквапарк самому не хочется просто у меня напарника или напарницу полотенце висит некрасиво попа пока не найду себе напарницу желательно не напарника может напарника не знаю буду ездить по аквапаркам еще кто-то одному один интересно мне кажется быстро надоешь это я уверен я знаю просто помню очки видите какие-то я просто купил за там как во вроде кажется просто увидел подошли по зрению они вроде вообще не мужские какие-то я все реагируют и будут буду бороду отпускать ну не борода а бриться не буду и волосы пусть отрастают все пошел заниматься чуть поджимаясь там гантельки есть позанимаюсь и на улице просто очень жарко очень и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну тут тиховато Ну это вечером бывало На балконе было плохо Даже тут ролик удавлил Который был с плохим звуком Я помню Потому что это уже утром вставил Пять утра И сидел на балконе Вот так разговаривал просто Надо громче, конечно Согласен Ну ладно, всё Я продолжу заниматься Потом ещё увидимся Порт 69 Опа Так, сейчас я чуть-чуть Отожмусь еще раз 20, 30 И пресс покачаю Энерно, всё Пост PlayStation Субтитры сделал DimaTorzok 30 минут хватит, жара просто, но в квартире не жарко, в квартире нормально, у нас тут холодок, но ветра нет, на улице смотрю все стоит, все, теперь пресс, хотел еще гантельки, но не буду, все, пресс ладно, покажу чуть-чуть как я качаю, кому интересно, это чисто для поддержки формы, вообще это не тренировка, это такая зарядочка. Качаем пресс, разминочка такая, потом просто, ничего такого особенного, самое, конечно, крутое, это делать на турнике пресс подниму. Теперь вот так, раз, два, три, два, шесть, пять, пять, десять. Тридцать. О! Тоже тридцать раз. Теперь вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 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 тридцать, все по тридцать. Теперь вот, вот так стоим ноги, сгибаем в коленях и дотягиваемся рукой до пятки. Поочередно, так раз, до стопы, два, три, тоже тридцать сделать, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Ой, короче, прикол. Фух, где тут свет у нас? Тень. Фух, костлявый стал, кости и позвоночник давит, все давит. Ой, блин, а ковриков нет. У меня у нас были коврики, мы их отнесли, когда в подвале, что я в подвал отнес? Стол. Еще, вот жалко, конечно, на базу врать, это была память дедушки и бабушки моих, столик расходной еще шестьдесятый годов какой-то такой алюминиевый. Мы отнесли, ну, как бы для себя, типа, но так и забыли. И коврики вот эти были, карематы для тренировок тоже, там, ну, я не жалею, просто так рассказываю. Столик, конечно, жалко, потому что он, как бы, там и не нужен был, но принесли все, все приносили, там одеяло, подматрассы, это такое уже, не знаю, Аня забрала, нет. А, вот именно, сейчас бы надо купить где-то, найти, а, тут еще, блин, сзади, я же это-то делал, пульсометр, и тут как раз, вот оно, что давило, блин, там сзади как раз застежка, елки-палки. Ай, блин, раздернул, наверное, позвоночник костлявый. Вот так вот, все, короче, немножко, а, еще спину, блин, сейчас еще спину сделаю. Тоже так, раз тридцать, то есть не тридцать, а сколько смогу. Вот так вот, ложимся, парашютистый делал, вот так, ложимся на живот, расставляем, ну, чуть-чуть, и поднимаем руки, ноги одновременно. Это спина. Четыре. Раз. Двадцать. Блин, что-то уже сил нет. Фух, сила нет уже. Фух. Ну, спиной пресс надо качать обязательно каждый день. Так, проверяем вес. Вес 74, 74 килограмма. Короче, я вчера так нажрался, блин, сладкого, печенье, шоколадки. Ну, не все съел, даже осталось, правда, чуть шоколад, еще что-то, на казино оке. Короче, все равно сладость, думал, сегодня вообще я буду жирный. Калтун, он елся вчера хорошо так, два раза ел, так, или, если не три. Нифига, вес был 74, 73. Вы видели, 74, так что вес держится, стоит. Ну, за один день же не поправишься, если покушать с недельку, так, как вчера, то да. А я через день, все нормально, я хочу до 70, пока держится. Пока я сейчас постою на одном, потом хочу до 70, ну, кубики хочу, короче, на животе. Так, ну что, настало время обеда, два часа дня, уже полтретьего, блин, полтретьего. Короче, опять же, опять Харьков, видите, никуда не деться, никуда не деться, все один напоминание. Так, все равно мне интересно, я там прожил 7 лет почти, конечно, я смотрю и, соответственно, я вспоминаю про человека как одного. Так, что я буду кушать? Что-то я с бивлями сделаю, сейчас я послушаю, что там, как в Харькове обстановка, а потом продолжим. Продолжение следует. 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 какую-то открывать как не будет сосисоны честно первый раз такой знал все такие кстати летку показывал для написано хот-дог у тебя в лаваше и сделать вот так вот воде не короче и 2 над откроем сразу тоже в жидкости такая сосисочка я попробую сначала сырой а потом под накаломки а здесь у нас вот такой тоже не знаю сейчас тарелочку отдельно возьму что это такое что непонятное какое-то безвкусное вообще без вкуса это фигня непонятно сейчас попробуем сосисочка фигня полная вообще безвкусное тоже ребята на вас угодности посмотрите все еще не по-русски срани какая попробую разогреть пришел разогреть что-то тут стреляет блин что с ней про гану лопнула ёпперс это разлетелись куски что-то на микроволновке не очень ладно блин надо убрать теперь блин даже было накрыть сейчас попробую разогреть на микроволновке что-то получилось на микроволновке получен все равно что привкус какой-то никакой так надо салат очень фигня кстати лаваш я уже пробовал на этот вообще никакой безвкусный лаваш почему-то сладкий я беру так беру сурок вот так раз с руком смазан потом вожу туда колбаску часу порежу кстати колбаска называется сервелат зори днепра че зарядь днепра все учусь всему учусь резать колбасу учусь покупать в это бы от покупал ничего не вместе на цвет был как у манки за пазухой так все положим сюда так колбаску так пару кусочком давайте три все сделан такой себе такой как он называется в мексиканский этот как мексике салат салат на наш салат посолить посолить чуть-чуть немножко и маслица масло у меня нет мамы было масло она забрала с собой я поэтому не покупал взрослый немножко у брата и невестки чуть-чуть надо купить масло все можно кушать дальше чтобы ловить на все полностью не знаю как будет слышно приятного аппетита она даже за грей сосиски еще они вообще короче не какие я не знаю друзья у них такая вообще еда невкусно или это они дают нам зайти жена ты беду боже что ты бедный не на кого на этот что сосиски блин вообще люди так сольку посыпаете люди так берете салатик берете так помидорчик огурчик перемешивайте снизу вверх снизу вверх майонезик поищу сейчас возьму у ростовик чесночный цена сереже извините я угостился невозможно эти сосиски по-другому никак и над это тоже надо все добавить везде реклама иностранные тоже из польши все можно кушать приятного аппетита берите так колбаску словашек другое дело берите так яичко с майонезиком все друзья всех люблю обожаю целую крепко обнимаю приятного аппетита если кушаете мирного неба вам все было что-то на столе хотя бы как у меня по минимуму я холостяк у меня помидор и огурцы колбаску картошечку еще варю ничего такого еще не делал не варил ни супы ничего короче мониторка английская никакая сосиску эту попробую о приправка уже ничего они безвкусные как диетическая какую-то а ну надо попробуем с майонезом с чесночным вон берем ну да надо приправлять чем-то а так он никакой вообще безвкусный а так сосиску можно есть так день продолжается собрался ехать в театр собираюсь а тут деть Коля звонит дядя Коля че ебить че ебить говорит можешь выйти дядя Коля вы что меня пугаете что я тебе ухожу что случилось один гостинец сегодня пробовал ну как нормально ну так непривычная какая то ну понятно что опять у вас гостинец вы что нас подкармливать решили в смысле это целый пакет вы хотите ёпэр эстэ афиг то я и все отдам ну может быть я как раз из села поеду им повезу гуманитарку они же пенсионеры я попробовал я кстати им тоже я попробовал ну я же оставил серега сегодня там всем дам вот это опять ну вы даете дядь Коля я вас ничего что снимаю а то вы же звезда у меня звезда уже уже и басни вашу выдал там да надо же делиться про этого что там еще интересного какую нибудь басню расскажите надо же делиться будем дядю Коля звездой делать а то очень скопляем скопляем куда уникальный человек в смысле никто не ну как никто не ну там попробуем ну если ну я понимаю в принципе все же есть ну как бы можно отлаживать в принципе ну вот дочка говорит давай будем отлаживать на время да вдруг а потом уже если не пригодится будет вытянуть ну спасибо спасибо я только шел вот сейчас сижу только пообедал сиски но я это надо с ними что-то я сырую не понравилось в микроволновке не полу но она может попробовать еще поварить это над ну ну тоже какой-то такой оно как такое ну ее надо или присалить или я взял спец знаете чем взял у Сереги там чесночный соус вот тут надо с чем-то потому что они как нейтральные знаете не соленые не из перченые никакие вот как будто бы рассчитаны на людей вот чтоб всем подошло потому что вдруг кому соленое не нравится да а кому сладкое как у нас у нас бывает да сладкое ну вот лаваш кстати вкусный очень супер но чуть-чуть сладковатый ну ничего это может тоже такой вкус короче вот так вот а так это то что такое все ну не так как у нас наши специи столько в колбасе что ты ее как поедал ну вот надо попробовать я попробовал микроволновке она разлетелась по всей микроволновке я не накрываю это что это какие-то хлопья какие-то а ну это типа мюслин с клубникой нарисованы это наверное овсяные но надо перевести посмотреть наверное овсяные хлопья похоже что тут человек уже покупали купили нам отдаете шучу да я понял спасибо спасибо вам вообще вот для коля какой хороший человек беженцам из харькова помогает надо же помогать да так что будем ну уже мы дегустацию сделали а вот это можно сюда приготовим попробуем тут интересно нас клубниками то понятно что она то придумает что-то еще тут мука а это и а рис это вообще супер тоже иностранный а я вас мать и офигеть офигеть ну вы даете спасибо большое нам безработным бомжам по бедным блогерам это кто кухни соображает спасибо не но это все можно это все придется я вам короче у меня есть паштет я вам да не надо делать не надо то есть паштет думал тоже я понял чего мне надо такой счастливый человек ну а на основе оставил так знаешь ну мясные не ел ни разу сколько приношу и ни разу не суммы когда будем рассказывать так на выходные можно рассказать где вы работали конечно я коляру на зоне вы работали да на зоне работал в милиции работал историй полно на зоне семьдесят восьмого по восемьдесят первые три года 4 года там я думаю рассказать еще так что подписывайтесь все впереди будет 18 лет в милиции офигенно история я просто уже столько историй знаю но я же даже говорю дядь коля не рассказывайте потом лучше потом расскажите для людей потому что потом мне неинтересно будет второй раз слушать или уже не расскажете второй раз ну что постоянно какие-то такие интересные истории там куда не пойдешь все вышки 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 там одни зоны одни зоны до самой воркуты офигеть да печора и ночная я забыл как станция называется от печор это фу не это не скажи а это так быстро ходил их две станции одна идет на архангельска одна идет на воркуту ну разве и на архангельс там лесорубы а туда ну там тоже есть зоны но там мало а на воркуту одни зоны лесоповал так что будем слушать интересные истории пишите интересно такое вам контент будем эти посиделки гаража мальчика не обижается дача дали блять что я это самое ну что передал то не обидится и наоборот чё бы нам тоже на подарки обижается да спасибо не ну мало лишь сказать но она сейчас и нет вообще да я живу поеду к ним всего я хочу по они все да ну папе приедет да а мама побудет чем этом недельку может я хочу смысл сейчас может чуть-чуть же раз пойдет я съезжу тоже туда это жарко я туда жду между город поехать я думаю то надо там до дружину в театр да ну ладно да я только хотя я хотел папика набирать не я ниже уехали а я как раз собираюсь собираюсь же что мы сейчас буду одеваться поехать потихоньку солнце садится чуть-чуть сейчас поеду так все спасибо спасибо дядь коля до продолжение следует и 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 lav you я и и и r и и и напали и встречи h с Продолжение следует...